Здравствуйте, друзья! Конец февраля. Орешник отцветает. Февральские ветра дуют. Но зимы у нас нет. У нас идет весна. У нас на озере гнездятся дикие лебеди. Лебеди совершенно дикие. Левни подрезаны. Они перемещаются где хотят, куда хотят. И вот эти четыре лебедя это семья лебедей, которые зимовали. Потому что два лебеденка, они сейчас беленькие, но я знаю, что это молодые лебедята. Они у них вывелись очень поздно. И долгое время еще были серые в пуху. Не могли летать. И если бы зима была суровая, если бы озеро было замерзшее всю зиму, они скорее всего бы погибли. Потому что лебедь это перелетная птица, они откачуют в теплые места на зиму. А пока лебедята не летают, они тоже их не оставят. Но в этом году им повезло. Озеро большую часть зимы было не замерзшее. Поэтому есть надежда, что они все-таки выживут. Конечно, у нас обещают еще морозы. Но будем надеяться, что не так сильно все это будет, что они найдут себе корм. Они дикие, они не привыкли брать корм от людей. Но, во всяком случае, близко они не подходят. Вот только на таком расстоянии. А вообще лебедь это очень обычная птица в Латвии. очень много диких лебедей на озерах, на каких-то заводях. А здесь у нас строят еще один пляж. На острове, вот там, где такое белое здание, похоже на перевернутый корабль или корму корабля, что-то в этом роде, это остров. И там уже есть пляж. А здесь, вот осенью, начали строить еще один. Уже сделали детскую площадку. Ну, очевидно, сюда тоже привезут песок. Так что будет, где купаться. С одной стороны, это хорошо. Но, с другой стороны, я помню, эти места очень дикие. Я сюда приходила со своей собакой. Мы тут плавали, купались. Сейчас с собаками запрещено на человеческий пляж приходить. Ну, правда, у меня сейчас нету собакек. Но, если будет, то надо будет искать место, где можно купаться с собаками. Увы, таковы издержки человеческой цивилизации. Я прогуливаюсь около озера. Лед уже почти что сошел. Около берега по-прежнему разводья. Ну, там подальше лед еще есть. Но даже самые безрассудные рыбаки на таком льду уже не сидят. А мне вспомнился один случай, который произошел уже больше 20 лет тому назад, в конце 90-х. Я стала свидетелем того, как вот на этом самом месте тонуло два человека. Сразу скажу, они выбрались, они не утонули. Но смотреть на это было страшно. И что меня потрясло, это не только сам ужас от вида гибнущих людей, но осознание того, что я им ничем помочь не могу. Они были от меня вот где-то от этого места метров 20. На озере кое-где сидели еще рыбаки. И два человека, мужчина и женщина, решили перейти вот с того берега на этот по узкой части озера сократить путь. Лед проломился, они стали тонуть. Они пытались выбраться, они облокачивались на лед, он крошился, ломался, они оказывались в воде опять и опять и опять. Когда уже казалось, что выбрался человек, лед проламывался, они опять падали в воду. Женщина стала паниковать, она стала кричать. Но мужчина как-то, как-то выбрался. И он вот такой молодец, он не убежал, не бросил женщину, он пополз к ней и вытащил ее из воды. А сам опять провалился. Женщина буквально на четвереньках вот поползла к берегу, вот к этой вот дорожке. А за ней мужчина тоже еще там побултыхался, но наконец все-таки выбрался. И они бегом-бегом побежали вот тут вот прямо к городу, очевидно, домой. я еще раз говорю, что меня потрясло не только вид людей в бедствии, но и то, что я абсолютно ничем не могла помочь. Я гуляла, рядом со мной была моя большая собака, немецкий док, в то время у меня был. И я даже не могла к ним подойти, поскольку около берега разводья. Если бы я как-то попыталась туда приблизиться, несомненно, собака бы побежала за мной, и то, что провалились оба, это однозначно. Во всех пособиях по спасению утопающих пишется, что надо бросить какую-то жерть или же веревку. Но какую жерть? Вот где? Даже вот сейчас, когда нету снега, я не вижу ни одной жерти, тем более жерть, которая была бы ну 20 или хотя бы 10 метров. Ну где вот такую у нас нету такого? Из веревок один только собачий поводок полтора метра длиной. То есть я была абсолютно бессильна им чем-то помочь. Это был конец 90-х годов, мобильных телефонов тоже в то время не было, даже для того, чтобы позвонить, позвать на помощь, бежать за помощью до города это ну минимум 15-20 минут. А известно, что люди в холодной воде могут продержаться всего несколько минут. Мало того, я была от них на расстоянии где-то ну метров 20. а недалеко от них сидели рыбаки гораздо ближе, чем я. Ни один из них даже не шелохнулся. Все сидели, боясь пошевелиться, чтобы тоже не оказаться в воде. И, конечно, когда вот я на прошлой неделе выставила видео, где один безрассудный рыбак сидел на тонком назреватом льду, то я получила много комментариев, где осуждали подобное поведение. и это правильно, я тоже осуждаю. Бессмысленный риск, я считаю, это признак глупости. Ну, ладно уж, как говорится, хорошо, что хорошо кончается. А в этом году, слава богу, подлюдная рыбалка уже закончилась в наших краях, и к нам приходит весна. И вот на такой вот ноте я с вами попрощаюсь. Всего вам самого доброго. Заходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки обязательно. До свидания и до следующих видео.